Субтитры создавал DimaTorzok 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 От греху, а через смартфык встанье, отвертая нам доступ до нового жизни, до неба. До нового жизни, так, что нам, которые wszyscy поумирали, будет разделено душа и тело. Это смерть, а потом будет смартфык встанье. Наступи такой день. Пан Иисус тоже нам о том говорит. И то есть, может, просто себе, аж не выображаем, а если Бук мури, то есть, что даёт доводов на свою всехмок и на свою безграничную милость ко нам. Ваще, это мистериум пасхалное, еще раз говорю, ма два аспекты. През свою смерть, Христус вызвала нас от греху, а через свое смартфык встанье, отвертая нам доступ до нового жизни. Это оно прежде всего усправедливение, которое приврага нам ласкем Божим. С повротом чини нас справедливыми, чистыми, волными от греху. Волными от этих всех выборов наших злых. Первый от этого греха первородного, oczywiście, который, на скуток которого później сауна встанье, это же грехи. Так, что чини, Христус отвертая нам доступ до нового жизни, абы мы и мы вкроцили в то новое жизнь, как Христус повстај в смартфлих, говорим, святый Павел. по смартфлихстану говорил до учеников, не, прошу, до kobiet, говорил, когда увидели, когда увидели, говорил, идьте и ознаймите моим учням. И так раз, по раз повторяю до учням тоже, ознаймите моим учням. Ознаймите, что вы видели. Моим, прошу, идьте и ознаймите моим бракам. А мыслал о этих учнях. Ставлюся они, ученики, братьми, не через натуре, но через дар љаски. Не через натуре, потому Христус ма натуре боскому, а мы мае натуре людзко. Не через натуре, а через дар љаски. През Його милость. Он нас чини своими братьми. Потому, что прибране сыновство удаля рецивистого учестничества в жизни единого сына, которое то жище објвилося в pełне в его смартфыхстане. И в реште смартфыхстане Христуса и сам Христус смартфыхстан ест засадом В этом значении место потемпения. И Христус смартфон стал первым из-за тех, кто помыли, кто оценивали на Него, на Его смартфыхстание. И в оценивании на это выполнение, Христус смартфыхстанный живет в сердцах верных. В Ним христиане коштует мощь прошлого века. Как говорит лист о христианах, а их жизнь стала впровадена через Христуса до внутрення жизни Божьего. През эту ласку. З нашей стороны потребуется только усилку, ответить так на Божье пукание до наших сердц, чтобы мы среагировали из греха. Он дает нам возможность, środки до того, чтобы выезжать из этого зла, из этого греха, чтобы мы в его жизнь, в жизнь в единстве с Ним. До внутрення жизни Божьего, чтобы мы уже не жили для себя, но для того, который за нас умерл и из смартфых встал. През него, для него, в нем. То есть так, как то, что каплан спевает, офируем тогда даже себе. Каплан спевает, что пред Ольце наш, пред Христуса, с Христусом и в Христусе. През рта, хваа, нех будет. Все, нех будет. Все, нех будет. Все, нех будет. И тогда тоже еще больше оцекуем на его мощ. А чтобы мы сами стали себя мокарами, дякую его ласку. И так они были раз по раз свяки. Так был Ян Паве Други. Мокарь, мокарь Духа. Мокарь, мокарь, вчорай оголошенных седмиоро святых. Это был хлопец, 14-летний. 14-летний хлопец. На эту книжку о нем. Хлопец, святки Христуса Крола, Хозе Санчеза Делрио, мэнченник Кристера, который завоуал przed расстреланием, przed забицием, нех живет Христус Крол. И, святая Мария Панна с Гладелупой. Те мауи Мексыкањчек. Те мы тоже можем быть сильны. Треба, дети, быть зјдноченным с Христусом. Он нам всјстко высушил. Он чини нас братьми и сиострами своими. През Свою њаскэ. През то здјеще з нас греху, греху первородного и всјстких грехов попећнених по тему греху первородному. А чтобы мы вкроцили в новое житие. И чтобы мы когда-то жили вечно, чтобы мы жили вечно и чтобы мы когда-то жили вечно и чтобы мы когда-то жили вечно. По тему раздзелену души и цела, то есть по смерти. Дякую за увагу и запрашам до премышлення этого всјсткого нашей веры, веры в житие вечно, в цела смартфих встањ и живот вечно. Вы слушали Państwo повторения вчерајсей катехезы. Когда нам отслонишь таземнице своего милосердия, веры вечности будет за мало, а быци за то нализыче подзековать. Кланиам се Тобе, а не тазким хлебе, з глубоком виаром. Надзелену, милосердия, з глубоком виаром. Это... Хоч сам яسе только милосердия. Тема... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 в скомпных словах Евангелии о Марии столько трещин, столько подпадать постов людских, релаций до Пана Бока, милости, которая там брьми, то значит, что каждый из нас может при помощи Матки Божей и тоже за Ей примером шукать в каждом выдашении собственного жизни такой роли, роли пощедничения. Мы маем ласк Божую, мы маем познание Бога, чтобы тоже инди люди могли отримать то, что есть для них до взятия с Божих ласк. В Року Милосердия не можем не вспомнить о книжке «Проемница Милосердия Божего». Почему Отец Jaceк как один из первых еще пред узнанием обявлений сиостры Faustыны заялся этим тематом? Отец Jacek слышал о сиостре Фаустыне еще в часе ее жизни. Знал ойца Андраса, быть может это была дорога, которую он себя доведел о объявлениях, какие мила сиостры Фаустина. Ходил даже молить себя позже на ее гроб и выпрашивал ласки, о чем notуют кроники сиостры в Кракове-Лагиевниках. Отец Jacek jednak постановил не займовать себя присланием сиостры Фаустины, потому, что это нелези до Кощества. Но он хотел забрать все, что мы знаем в науке христианской о Божьем милосердии, что знали из Писма Святого Старого и Нового Дестану, что голосили о Милосердии Божьем ойцове Кощества в Писмах старохрещијстких, о чем научали теологове через целый окрас развития Кощества. Не можем więc говорить, что Отец Джaceк какого первого сиостры сиостры Божьего Милосердия, он уже корыста с сиостры других вшестейших теологов. Однако в этой ксиостреце додал еще такую науку о поставе, какую повинен христианин заять во без Божьего Милосердия. То есть поуча нас, как приймывать Божье Милосердие, как я нехако сцегать с неба на землю. И там науча о трех таких поставах. Первое это надежа. Тое можем прийти Божьего Милосердия, на или уфамы, что я отримал. Друга постава это боязнь Божа. Человек, который дошедшил добрости Божьей понад свою годность, понад то, на или заслуги, бои себя, абы этого Божа не образить, абы не оказать невдяшности. И в решете третья постава это милощердие во без близних. Если кто-то дошедшил во без себе добрости, пребачения, милощи понад миаре, то повинен отдавать ją далее, иным, своим bracиам приказывать так саму, тю саму поставу оказывать. Та книжка в этом году zostaла на ново выдана есть доступна. Есть также поновне доступна книжка «Умейшность рождение и розказывание». Кому могли бы мы полетить ее лекаре? Чисто только политиков исправивающих власть? Ксюшка «Умейшность рождение и розказывание» дочекала себя много много выдаем. Сейчас есть следующая. Все последние были вычерпаны. О чем это свидет. Родзить, розказывать. Однако эта книжка traktует о том, в какий способ розказывать, aby было в службе społeczной, чтобы стало скучно. Мы строили такое мудро которое развивается, которое создает постеп, создает свою досконасть. Эта книжка есть предсточена не только для политиков и правильных власть, а для руководствующих какую-либо группу людскую. То есть это книжка для лидеров, для опекающихся какой-либо группой, какими-либо группами. Также, я бы сказал, что это книжка для родственников и для пани домов. Потому что родина, это какая-либо общественность, которую нужно хорошо руководствовать. Существуют такие засады, которые очень хорошо показаны, в какой способ относить себя до ближних, которые должны выполнить какие-ли наши полетения или которые должны оказать свою творчость. Оцекуем этого от них. В какой способ мы должны это komunиковать, как наградать, как вымагать. Очень полезная книжка для себя, чтобы найти себя по одной и другой стороне. Также этого слушающего или подповидающего кому-то, кто есть на станowиске. Найвыбитнейшим делом ойца Воронецкого, не znajduяющего себе ровных в целой педагогике христианской, есть католика едика выховавча. Что справит, что этот ясный, klarовный выклад важнейших kwestий етичных и педагогичных остается по сегодняшний день для каждого родца и выховавца? Пятнее было сказано, что это председатель для каждого родца и выховавца. Отец Jacek сам еще додал бы, что это приводник для каждого человека. Отец Jacek много раз подскрещал, что выхование может пройти в само выхование. Так на правду, эта книжка «Католическая этика выховавча» помогает нам понять себя. Рожные процессы психичные, психологичные, духовые, а также телесные, которые в нас się доконуют и впливают на наше решение, на наше познание света, на наши чувства, что мы их понимаем. Мы те процессы потратимы упорядковать, познать najpierw и потом довязываемся, в какой способ их выховывать, или кштаутовать с нашим основным выбором, с нашим целью. В какой способ учить, повторять pewные действия, чтобы набрать спрачности, поступления так, как бы мы хотели. Эта книжка действительно показывает, как это усыскать у себя и как показать, всказывать другому человеку, за которому мы имеем какую-то ответственность, в какой способ он может дошить до лучшего стопня своей дошленности, до реализации, выполнения własного человечества, własного повоания. Та книжка дели себя на две части, первый, который рассказывает о человеке, о влацах, или умеетностиах, властьевых человеку, высших так называемых, то есть умысловых, о розуме, воле, о их задании в нашем жизни, и о инной части, пообщенной с нашим cielесностью, о чувствах и смыслах, а также науча о памяти, выобразии, о цели, о проблеме права морального, натурального, Божего, становленного, и о таких основных условиях выхождениях. Та двумя часть пощаемка есть пошлеволевым спрачности. Еще в ойца-Jackа-цасах хеттнень использовано слово «цноты». Дише это слово бывает выщвяное, но окец-Jaceк сам ее definиуя как «спрачности». Спрачности постепования. Добавляем много разных справностей, право езды, курсы, языки, досшкалания, такие и такие. Мало кто из нас мысли о том, что нужно досшкалать и здобавать справность собственного решения, познавания rzeczywistoсти, прzejрыстого и кларобного мышления, а потом здобавания этих справностей и учреждения их в определенных дизинах. Например, в какой способ powinniśmy sobie radzić в трудных ситуациях, в терпении? Как лечить ментство, терпливость? Как лечить покору, ответственную посту в безближних, когда нас неправедливее и несправедливее трактуют? Какая должна быть kolejность оказывания милости и троски о людях нас окружающих? Что должны мы пощадить для других, а чего не? Ксюшка та есть naprawdę подрэчникем. Не да się ей так прочитать от доски до доски. Считаю ее так как подрэчник, то есть прорабляю одно загаднение, размысляю над ним, приспаяю в себе, повторяю, творю какие-то пункты, которые мне помогут запоминять, разуметь, проанализовать поступление własное в этой дизине или мою работу, мою роль выховавцы. Мога только захэцить, чтобы каждый скорzystaл с этой книжки и постановил себе, даст себе много времени, несколько лет может, на ее преробение, потому что действительно несет в себе, несет в себе очень большой пожитет и коржисть для каждого человека. Просима еще пару слов на закончение. Просима, я хочу еще добавить, что Отец Жак Бороницкий не только уча нас разными законами, письмами, трещами, но и есть кандидатом на ултаре. Его процесс канализационный третий уже от 2004 года. Можа себя вставить за нами. Заха, чтобы, корзираясь его спустизной письменной, чтобы помочь, чтобы помог, чтобы проводить, чтобы себя вставил в тех справах, которые нас гниотят, которые вызывают о помощь в нас, потому что он сам много терпел в жизни, много пресклод musел поконать, поэтому он имеет жизнь каждого человека. Он был душ пастерем, помогал другим, он тоже имеет нас. Взывайте, что он помогает нам, что он помогает нам, что он помогает нам, мудры, пройти нашу дорогу и осуществлять цель, до которого мы хотим дождаться. Жегнать нашего сегодняшнего гостя, вспоминам, что был выказ публикации ойца Jackа Боронецкого в разомовениями и его очень интересный речиорез найдем Państwo на строне www.правексиашки.пл В связи с нашей разговором вспомним еще о очень интересной работе ойца Jackа, в каком есть книжка о народе и стране. Отец Воронецкий был горшим патриотом и с велкой мудростью похвелся над kwestией народу и его потребом организования себя в быт пащствовый. Было проблем великой ваги для вказанного поколения, кискающегося ойчызна отзыскана по летах неволи. В дизейсей добе, когда мы испытываемся совершенно спречных донжеń, с одной стороны, творения понаднародовых wspólност, с других заши очень сильных тенденций separатистичных, варто сягнать по книжку о народе и стране, чтобы легче разуметь цель жизни народного. Захэцамы наших слушателей до запознания с tą выбитной постацией полскего Кощества. Его историю жизни приближа сиостра Imelda Блешињска в позиции о.ч. домиканин, выховавца, патриота. Друзья слушатели, ponieważ проживали пајдзерник, месяц рожањцовый, прагнемы zwrócić Państва увагу на две позиции. Цуда рожањца святого, Ангело Фигурили, о рожањцу, который море «Всиско» Линценте Гуашевскего. Первое з них оповиада о незвыкых проживчах духовых, објвениах и чудах, которых попрез беки дощадцали велцы святки, але также артисти чи науковцы. В друге позиции обнайдзем историю рожањца, легенды, објтнице и отпусты рожањцове ораз всказовки, как обмавиать рожањц. О битве книжки, «Цуда рожањца святого» ораз «Всиско» о рожањцу, кри море «Всиско» могут быть пијкним и вартостиовым презентем, szczególне для чццителей модлитв рожањцове. Пијкне святество, яке даю нам святки о obecности Матки Божей в их жицу, каже привоћањ постај бухатера вчорайшего дня, Хосе Санчеза Бририо, который с именами Езуса и Мариј на устах. Его преймуюцам историю однадземе в книжце «Хлопец святки о Христуса Кріла» авторства Луиса Сервантеса. Ксюшка указање драмат католикего Мексику, в ктјым за вернојсть Христусу и Кощејуи плацилося цене жица. Лосы мексыкањских оброњцов виары в прекрасный способ отдадеј кристиада, вјд 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 представјјоц также мэкчењство Хосе Санчеза дель Рио. Зарјјно ксюшка «Хлопец святки о Христуса Кріла», як и фильм Кристиада, сју порушјјоцим святецтвем вернојсти Богу в часах пресљадовањ. Длакцего вјрзоцы в Христуса дознајј так віре ненависти, указуј Витторио Мессори в ксюшце «Којциј Католицји Йего Врогови». Аутор одкрыва мајзнане или целово премилчане карты истории. Обала миты и неправдзиве стереотипы, замаскује манипулакји и прекламания. Не бојјся ставјать трудных пытај, абы остаточне дојсть до правды historyчной, волной от фајссу и политичной попрачности. В ксюшце «Којциј Католицји Йего Врогови» znajdzieм много интригувјцых фактів, как на псс. ујдзеј «Щадков Йеховы» в антишшчјјській политике nazистов. Дројдзе нюхачте, на конец ещё несколько позиций посвященных здоровью. Первая из них это очень интересная книга «Ко мне долега?» «Порадник скучного лечения диетом» авторства Боржены Кропки. Авторка свою пригоду со здоровым живением началась от диагнозы хоробы церкви и безрадности медицины конвенциональной. В ситуации, когда лекарь безрадно развернули руки, зesperована мама постановила сама помочь церкви. А сейчас до ее кабинета приезжают сотки хорых из всей России. Авторка выясняла, что огромная большинство хороба выникает из злой диеты. Всказывает, почему праша железа ма так большой вплыв на здоровье, какие са најчэстсше źрудла алергии и нетолеранции покармовых и дает скучные рады для доброго działания уклада подпорнощиного. «Ко мне долега?» «Порадник скучного лечения диетом» «Порадник скучного лечения диетом» «Порадник скучного лечения диетом» не только на тле своих часов. Досконајым впровадением до ее наук есть книжка «Природо-лечничтво». Св. Хилдегарда «Порадник скучного лечения диета» «Нен